И в завершении сегодняшней программы, в конце минувшей недели, я вам обещал рассказать исключительно в цифрах и фактах о том, какая суточная потребительская корзина у российского гражданина. Ее параметры, напомню, определяет кабинет министров, как и, например, у отдельных животных московского зоопарка. Итак, в московском зоопарке, это официальные данные, стоимость суточного рациона ежика 84 рубля, ослика 87 рублей. Суточная потребительская корзина гражданина России, согласно постановлению правительства России, 86 рублей. Так что уже не ежик, но еще не ослик. Идем дальше. Мы проанализировали данные статистики по странам бывшего Восточного блока, странам, которые входили, кто помнит, в Совет экономической взаимопомощи. И здесь нас ожидал еще один неприятный сюрприз. Сейчас вы видите сухие цифры, которые четко зафиксировали минимальную оплату труда в этих странах. Вот, собственно, самая высокая оплата минималки в Словении. Это бывшая союзная республика, которая входила в Югославию. 805 евро в месяц. Из стран постсоветского пространства первую позицию занимает Эстония. Здесь 470 евро. Еще раз подчеркну, это размер минимальной месячной оплаты труда. Собственно, ниже нас, по большому счету, никого нет. Даже Болгария, наша братская страна, имеет минимальную оплату в 235 евро. Собственно, господа, вот еще раз обратите внимание на эти табличные данные. Они очень четко характеризуют, что происходит в нашей экономике и в экономиках бывшего Восточного блока. Понятно, что покупательная способность евро в этих странах разная, но суть-то остается прежней. То есть это минималка, минимальный размер оплаты труда, ниже которого ни один работодатель не может поставить месячный заработок. Вообще это шок, когда я предметно анализировал данные Евростата, сравнивал по странам, то есть Словения, Эстония, Польша и так далее. И мы так спускаемся, и даже Болгария, и даже Румыния, и даже Литва, которая вся в дотациях находится со стороны Еврокомиссии, имеет более высокий размер минимальной оплаты труда. Вообще печальная эта информация. Напомню, что на минувшей неделе в первом чтении депутата Госдума одобрили повышение минималки, но даже этот размер будет ниже показателей таких стран, как латиноамериканский Гондурас или африканская Конго. На сегодня это все.